Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Христос Воскресе! Во имя Воскресе! Бестворение Святителя Ана Златоуста! С самого начала жертва Христова всегда понималась в страданиях праведных, начиная от праведного Авеля, и Христос был во всех страдающих. «Совершилась же она тогда, когда пострадал сам по себе пришедший Божественный Агнец. И даже в 14-й день того же самого месяца он пострадал, и дух предал к вечеру. Отделение же Агнца для жертвы с 10-го дня, между тем, как заклание его совершилось в 14-й день к вечеру, было образом того, что сначала было упражнение страданий, а под конец самое страдание. Затем рассмотри со мной новую странную заповедь Божий о едении Агнца. Не есть мясо Агнца сырым. Кто же есть сырое мясо? Пусть бы сказано было не есть вареного, чтобы не тратить времени, потому что время было к спеху, то есть поспешить надо было. Что это значит не есть сырого, но печеного на огне? Ведь никто не запрещает того, чего никогда не бывает. Но образами, как я сказал, обозначаются вещи. Имеющий суетную веру, употребляет сырую священную пищу, преданным удовольствием, вареную, расслабляя, как вывариванием в воде, твердую веру, беспечную жизнью. А печеную на огне есть тот, кто имеет горячий и кипучий дух. Далее приказано есть голову с ногами и с внутренностями. Упоминание о голове должно напоминать тебе о Христе, что Он, как Бог, предвечно существующий, есть глава невидимой и духовной церкви. Многие должны напомнить тебе, что в последние времена Он сошел на землю, как человек. А употребление внутренности акца в приложение ко Христу имело тот смысл, что Он, имея сокрытую в плоти силу и праведность, не внешними только и видимыми качествами, приносит вкушающим Его пользу и спасение, но внутренними и сокрытыми. Мясо ангца съедается ночью, а на день не оставляется. Воспоминание страдания Христа во время мировой тьмы, после которой засветит день и явится жизнь Христова, как сказано в послании к Римлянам 13, 12. День приблизился, кости ангца не сокрушаются, и у Христа воины не перебили голени, как сделали это у распятых с Ним, по свидетельству евангелиста. Горькие травы, съедаемые самцем, указывали на горечь скорбей, а пресники на простоту и чистоту, как говорит апостол, то есть на новую добродетель, чистую от прежней порочности. Остается теперь раскрыть духовное значение внешнего вида вкушающих Пасху, для того, чтобы и вы могли подражать Ему, потому что духовный вид находится в тесном соответствии с телесным. Непростым поясом, но спасительным делом должен ты припоясать бедра твои, не телесные бедра ремнем, но духовные приготовлением души. Обуть ноги означает по апостолу готовность благоествовать мир. Посох держи в руках не деревянный, но утверждающий твою веру, всему внешнему виду их, собравшихся в путь, так как они торопились выйти из Египта, старайся побольше подражать, как бы спеша уйти от мира и тления. Будь усерден, но отнюдь не обеспечен духовным едением Пасхи. Усердие в этом случае прекрасно, потому что оно свидетельствует не о чревоугодии тех, кто поспешно ест мясо, но о любви к Богу тех, кто спешит от мира к Богу. Употребление опресников в продолжении семи дней, это есть чистота в течение всей жизни. У кого остается квасной хлеб, тот подвергается гибели, потому что порочность ветхого человека пагубна и никаким образом не может совмещаться с праведностью и святостью нового человека. И ты видишь, что при наличности такой закваски гибель человека вполне справедлива. При понимании же закваски в смысле обыкновенной хлебной закваски показаться, что Бог несправедливо обременяет людей, запрещая квасной хлеб. Правда, в образах открывается, но светит и познается в истине, подобно тому, как и самое помазание кровью, кажущейся недостойным Бога, перестает быть таким, когда образ рассматривается сообразно истине. Неприлично кажется Богу пользоваться знаком из крови для распознавания домов еврейских, но вполне согласно с Ним узнавать нас и спасать по вере в кровь Христову. А разве не столь же неприлично понимать и обрезание в том простом смысле, что будто бы Бог повелел обрезываться всякому, намеревающемуся есть Пасху, если он не был обрезан, и затем приступать к еде. Если же ты будешь понимать обрезание в духовном смысле, тогда его таинственность для тебя объяснится, и ты прославишь Бога. Обрезание носилось детородным членом. От рождения ты, человек, имел покрывало. Его-то именно ты должен отбросить, чтобы с открытым лицом видеть истину, а не рассматривать ее из подземного телесного покрова. А когда ты сделаешься свободным от плотского тела, тогда как Дух придешь ко Христу, и, прилепляясь к Господу, будешь один Дух, участвуя в святом и спасительном общении, на которое указывала Егения Мяса, обрежься же и совлеки тело вместе со Христом, согласно словами апостола Павла, послании к Полосянам 2.11, что вы обрезаны были обрезанием нерукотворенным, совлечении тела греховного, в обрезании Христового. Таким образом, обрезай у себя всякое корыстолюбие, чистолюбие, любовь к удовольствиям, питайся божественной пищей, ведущей на небо, освобождающей от лукавых властей, избавляющей от тяжких трудов, дарующей тебе славный и блаженный путь к Богу во Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь. Аминь.